здравствуйте все кто меня видит я янкин андреевич библиограф детской библиотеки инверсинации города 42 года приезжает константин симонов на тот момент он спецкор газеты красная звезда и напишет очерк который называется солдатская слава солдатская слава посвящена подвигу семена фрологича шкаленко рядового семена шкаленко находился в разведчике разведки он вообще разведчик и во время разведки сумел освободить 17 наших военнопленных там немецкую батарею уничтожил минометную еще минометы захватили пленных привели и после беседы симонов с ним и 11 сентября 1942 года в газете номер 214 красная звезда как потом командир дивизии бирюков и комиссар собор шутили гад посмотри газета номер 214 дивизии у нас 214 и вообще интересно что вот это был первый очерк из всех остальных очерков константина симонова из сталинграда которых он впоследствии будет называть мой сталинградский дневник так и называла солдатская слава семен шкаленко к сожалению тоже погибнет но погибнет он сорок третьем году на хуторе малиновка кировоградской области там и похоронен а вот в городе иманжелинске челябинске челябинск области честь ему названа улица и там же стоит бюст почему потому что на фронт он был призван оттуда он работал на шахте но тоже прошколенко это отдельная история и очень очень надо отдельно рассказывать еще одна фотография которую вы видите такая три человека сама гуля королева посредине с ней посредине с ними значит стоит командир красной армии тогда еще не офицера командир и следом рядом такая маленькая хрупкая девушка девочка такая крупная девушка это гуля королева и в книге самой четвертой высоте написано гуля королева своими боевыми товарищами 7 ноября 1942 года нет фотография действительно не 42 не ноябрь фотография сделана летом просто отправлена домой она была в октябре видно пока дошла вот это уже был ноябрь за несколько недель до гибели героини она пришла на фотографии горю сама гуля королева командир это монапа хамза софиянович моим на фотографии он пока еще в должности зам командира полка уже когда на тот момент гибели гуля он будет командиром по 780 стрелкового полка он кстати будет писать на гулю королеву представление на орден ленина но представление не подписали оставили только орден красного знамени вот и сразу скажу хамза монапов пройдет всю войну будет ранен вернется домой но проживет до обидного мало всего 50 лет рядом стоит девочка вот ее зовут люза васильевна никитина вот благодаря вот писательницы елены владимировны и михельсон и ирины николаевны ей тоже большое спасибо это заведующая музеем школы номер один города уфы мы установили что кто на самом деле на фотографии это люза васильевна никитина в книге она идет люда никитина а в первоначальном варианте она была люда ракитина почему потому что когда книга писалась и выходили первые знания люза еще была жива но она к сожалению умерла от ран 21 мая 1945 года похоронена чешской ну тогда мы говорили чехословакий чешской республики вот наши исследования которые еще раз говорю вот видите просто мое подтверждение слов что вся книга и все люди кто там упоминается хоть раз они действительно все существуют и существовали я даже могу сказать больше так сказать вся дивизия что здесь формировалась в фе мы можем их назвать нашими земляками и командир полка топлин он рядом кстати здесь тоже жил недалеко отсюда буквально в квартале двух кварталах от этого здания где я веду откуда я вам рассказываю это все то есть все люди единственное что не могут вспомнить о двух мальчиках сынов полку а самое главное что дивизия 214 находилась штаб находился на октябрьской революции дом 7 вот он буквально здесь рядом квартал там и музей 214 дивизии есть но как-то вот так и еще могу сказать что в этом году исполнилось 100 лет хуснуризалову хасану рахимычу вот здесь на фотографии он такой молодой а вот эта фотография которую видите ему пять лет назад я с ним лично и антон александрович беседовали с этим человеком такой бодрый был сено сейчас извините 100 лет он живой и он нам много чего рассказал единственное он рассказал что я не был другом гуля королева я ее просто знал мы многие в полку и дивизии знали она такая выше среднего роста хохлушка красивая крепенькая такая и мы как-то относились даже как больше к сестре она действительно с нами так и общалась мы все знали что она актриса она снималась в кино мы даже фильмы видели с ее части и нам такая гордость была что как же так представьте работник искусства настоящая актриса которую тут вместе с нами воюет на передовой ну вот еще раз говорю вот такая вещь то есть книгу берете четвертая высота читаете знаете что все люди и фотографии там действительно настоящие еще раз говорю к сожалению сама марианелла владимировна похоронена погибла 23 ноября 1942 года на высоте 56 8 книга была действительно популярна в 1989 году эта книга последний раз вышла в узбекистане и на 17 лет об этой книге все забыли к сожалению ну так что случилось то получилось и 2011 году благодаря стараниям нашего крыведа анатолия александровича крюкова и ветеранов дивизии на доме где жила героиня установлена мемориальная доска то есть когда вы будете проходить по улице крыло марса 32 увидите мемориальную доску знаете что это действительно и гуля королева все стало на самом деле теперь я перехожу к следующему герою гайнан амери наш башкирский писатель начал здесь у меня написано что он начальник связи начальных связи 124 стрелковой бригады еще одно воинское подразделение в подразделении которых формировалась на территории башкирии они были в билибее 124 стрелковая бригада ее еще называют бригадой горохова почему потому что командир бригады полковник горохов они воевали на сталинга в сталинграде на тракторном заводе район тракторного завода даже ближе туда гэс то есть северный фланг вот самого сталинграда самое место и называли это место гороховский пятачок гороховская группа бригада прибыла в августе месяце на место значит бригада что по штатному расписанию была сформирована около трех скажу так с половиной тысяч человек личного состава переправились они через волгу без потерь а вот там уже в городе начались и бои с 29 августа по 20 сентября бригада потеряла тысячу с лишним человек убитыми вот такой накал боев и в эту бригаду приезжает группа корреспондентов красной звезды константин симонов еще один корреспондент фотокорреспондент и сам главный редактор газеты красная звезда портенберг вот представьте какой десант приехал именно на самый крайний фланг и действительно после их поездки появились несколько статей константина симонова еще вторая первая это была солдатская слава потом появляется бой на окраине потом появляется день дни и ночи потом будет произведение которое называться будет зимой 43 и все это потом выльется в одну поезд которая будет называться дни и ночи изначально это был роман потом симоновский написал что эта повесть и мы ее читаем главный герой капитан самбуров и одним из прототипов этого к капитана самурова стал наш гайна мир я не читал честно говоря не вспоминание самого симонова не гайна на мире где они встретились но по всей демности разговор у них был потому что тот момент когда начальник штаба не начальник связи потому что проводной связи нет радиостанция разбита передавать донесение надо кроме него нести некому как он соборов ползет по берегу волги возвращается обратно это все происходило с гайна на мире поэтому один из прототипов еще один это наш гайна на мире сразу могу сказать что гайна на мире жил от музея национального музея буквально 50 метров это дом ленина 32 дом ленина 2 и квартира 38 у него было две дочери нелли и лиля вообще рождение ты девочек и название интересно и почему потому что не во время эвакуации жителей из сталинграда немцы разбомбили пароход гайна на мире помогал грузить ну семьи одной молодой мама там с маленькими детьми он спросил девочку как тебя зовут девочка скалме зовут ныри буквально через час этот пароход разбомбили пришлось спасать кого спасать кого хоронить и он нашел вот эту семью погибшим и поклялся что если у него родится девочка он назовет ее именем нелли и после войны действительно у него родилась девочка нелли и родилась вторая девочка сразу двойняшки и он ее назвал лиля лиля по моему на данный момент жива анели хоронили она умерла но отцовскую библиотеку я могу сказать что все говорят что одна из лучших библиотек в городе частных было она передала в национальную библиотеку почему потому что много было книг с подписями там книги были подпись джанни радаре потому что чаполина на башкирский язык переводил гайна на мире книги подписью товардовского чуковского такие авторские мало знаком лично был знаком он с актером бабочкиным и мало того что он является одним из автором инсценировки драмы мажитой гуфури чернолики вот такой послужной список у этого писателя тоже к сожалению очень рано ушедший жизни и теперь еще один человек это василий павлович удобки вот вы видите книгу книга называется там где мы бывали эта книга 64 года эта книга хранится такая же книга хранится семье худобкиных сожалению семьей худобкиных нам встретиться не удалось но в нашей библиотеке есть копии писем переписки удобки на вместе с константином темно а познакомились они симоновом сорок втором году под сталинградом и теперь чтобы не быть голословным я теперь отдаю буду зачитывать то что писали сами авторы мой новый адъютант вася худобкин фельдшер акушер он должен был женщин лечить а ему пришлось мужчин но он больше немцев убил чем наших вылечил и через дом переплыл без штанов нос автомат судьбой васи худобкина заинтересовался еще один медик который встретил под сталинградом мы развернулись на окраине поселка завода красный октябрь здесь нашли поле нашли полито дел нашей дивизии но буквально через несколько часов все работники полито дела были убиты авиабомбой где-то здесь расположение наше вышел твиненко которого его адъютант фельдшер тащил на сидеть 10 километров мои помощники оказали ему помощь он был ранен в ноги и не запомнил я фамилию того фельдшера но вот вы напомнили я вспомнил худобкин я он меня этот врач спрашивает а вообще худобкин живой я ответил что нет умер он 56 лет от роду немного не нажив до 30-летия победы умер он от ран войны как он сам когда-то писал об утвиненко с худобкиным я встречался сам пишет константин симонов я читаю зачитываю встречался на войне и позже в сорок третьем по несколько слов мне хочется сказать именно здесь война уже после того когда воевал ее до конца все-таки написал и записал его инвалиду сорок втором сорок третьем оказался мне человеком богатырской силы и здоровья я не догадывался что уже тогда иногда его бил эпилепсия результат первый из контузии под керчу характер этого человека поражал и лучше чем я объяснит выдержка из его послевоенных писем теперь это все осталось то есть худобкин пишет теперь это все осталось только воспоминания а как бы мог вынести человек такой сейчас конечно я не полезу ни в одну реку а в те годы мне было 24 вес 98 килограмм я ни о чем не думал я просто сходу подошли к дону разделся до гола одежду свою привязал по полуметровому баллону себе на спину привязал утвенка и ай да дон как бы вытащил утвенка а тут на берегу меня голову начал бить эпилепсия вот тут ветвенка и сказал господи как это не случилось с тобой в реке а я пришел себя и ответил раз здесь нашей смерти нет значит и войну не умрем будем живы и он засмеялся то время я вообще был зверь силы здоровья были огромные дух был сильным то что я видел в крыму начиная от феодосии до керченского пролива в мае 42-го это был ад когда меня тяжело раненого контуженного вывезли из крыма после того этого сообщения о смерти не думал так как мать получила похоронные отпела сына по русскому православному обычаю а раз мать отпела отныне отпеты долго живут не дай бог больше такого никого что вынес наш народ смерть голод холод расстрелы вилесницы а на колени не стал перенес все что вас интересует о моей войне пишите ведь я дошел до праги освобождал румынию болгарию брал будапешт вену повидал много хорошо хорошего и плохого тогда я был молод вот так писал осилий павлович худобкин константину симонову своем письме теперь я вам просто показываю фотографию кто же такой утвиненко да утвиненко в эфи у нас не был но в двух произведениях он идет в одном он идет проценты в одном произведении это в дни и ночи и процента рассказе зрелость где именно написано про васю фельдшера а процента это генерал лейтенант утвиненко фотографии вы его видите это герой ельни это его дивизия брала ельню потом еще него были подвиги и вот что пишет тут виненко о сорок втором годе году сорок первом году тоже выходили из окружения осенью я был через реку угру разламывая ледяную корку виски колола как иголки но выбраться выбраться и выбрался но это все семечки по сравнению с нынешним летним где за каждый грамм воды драка вот завод за воду ходили драться бросали гранаты чтоб котелок воды отбить у немца а жрать было нечего я в гимнастерки свои не менял шел из окружения со шпалами если умирать так надо своей форме форму получить полковничу а умирать гражданском планке это тяжело это позор и тем более нам я бы без советской власти батархомбы набралось на 120 человек с оружием переплыли через дон утонуло 8 человек днем шли группами по зиму ночью собирались после переправы дона я собрал 600 человек с оружием и мы 16 по 25 держали оборону под алексеевкой потом 2 по 6 сентября дрались под сталинградом после этого от дивизии осталось 160 человек для себя лично я еще не позже ничего все дела уже и стареем а я еще не жил я сам себя не знал до боев каков я а теперь мне осталось только воевать теперь мне бы уже никто не напишет береги себя я ни о чем не думаю а только думаю чтобы умереть в киеве александра ивановича утвиненко я встречал и потом и на войне и после но уже никогда он не возвращался тому рассказу который остался у меня в блокноте да никогда потом больше я его не видел таким как в ту ночь в деревне за волгой когда щитые дни отделяли его того последнего боя человек военный до мозга костей умеющий держать себя в руках в ту ночь он вспоминал пережитые не сдерживая чувств и не стыдя слезь мне кажется эти слезы чувствуются в каких-то местах мои записи додашнего рассказа о лете 42 года я могу вам сказать что когда мой отец янкин андреевич участник боев под сталинградом рассказывал о сталинграде он плакал я вам показываю еще одну книгу автор этой книги тоже у нас в уфе не был это михаил алексеев книга называется мой сталинград я могу вам сказать что все что написано в этой книге правда особенно в первых главах этой книги почему потому что михаил алексеев был командир минометной батареи 106 полка 29 стрелковой дивизии а отец мой был минометчиком и на командир минометного отделения 128 стрелкового полка этой же дивизии и все что с этой дивизии происходило особенно под сталинградом об этом не рассказывал мой отец сожалению когда мне эта книга попала в руки самого же алексеева не было я бы конечно ему написал и потому что действительно я читал все это с подробностями а это я слышал своем детстве вот вы видите фотографии моего отца это фотографии 65 года когда фронтовики май месяц когда фронтовики действительно объявили праздник победы когда фронтовики действительно отделе ордена и уже их носили до как могли но до последнего пока были живы на этом я свое вступление заканчиваю спасибо за внимание так поехали